всем привет сегодня мы с мамой покажем вам наши покупки эти вещи мы купили с ней на воскресной ярмарке кое-что досталось нам по очень хорошей выгодной цене начну сейчас маминых покупок вот эту кофточку она купила за 10 евро ну какая там цена была до этого покажи под этим ценником италия написано 32 я не смогла снять фактическую первую цену я не нашла сейчас попробую затрать хочешь они это я пыталась пыталась получается там он есть 32 евро то есть 10 евро наверно это джинсовая 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 длинный жилет стоило 60 евро не знаю что нечего где-то надо вот 60 30 чем купила за 10 на 10 а там брюки размеров было так это штук 8 на меня на лезла. Застегнулась. Классно все. И там брючки красивые, беленькие. Такие стречевые джинсы. Джинсы. Ты их подвернула, а не длинные. Сколько они стоили. Нам повезло, что мы их купили. Ой, я их купила за 3 евро. За 3 евро, точно. На этом нет ценника. А на других, на черных, были такие же черные. И маленькие размеры белые были. Тоже что-то около 50 была цена. Не на всех просто цены были. Такие они с декором. Вверху пляжечка. Ты их потом померяешь, мы посмотрим. Ну, они классные, да. Потом одино покажу. Да. И у тебя еще вот две такие кофточки, да? Без рукавочки, маечки. Это вообще батисты. Нарядные, красивые, летние такие. Как я люблю. На лосины можно одеть. Они прикрываются. С вышивкой спереди. Все пышные места прикрывают отлично. Было несколько видов, но это как-то красивее всех на меня село. Это 5 евро было, да? 5 евро, да. 5 евро беленькая. 5 евро. Не знаю, сколько она стоила. Снимешь? Нет, нету там ценника. Снимешь кофточку, покажем голубенькую. Синюю за 8. За 8. За 8. И там еще спина у нее кружевная. Тоже очень красиво смотрит. Она была 15 евро, я ее купила. 15, потом 10. Ну, может быть, опять же, там под низом другая цена. Не знаю. А на белой я не видела. Я ее купила за 5. Не видела, какие были цены. Ясно. Ну, ты же помнишь, мы видели за 15 на пляже. Да. На пляжных магазинах. Да, да. В пляжных магазинах вот такое продается очень, очень дорого. По сравнению с нашей ярмаркой. 25. 25. 25. На пляжных я видела за 25. На пляжных магазинах там всегда дороже. А здесь я прям очень. Почему я ее сразу схватила? Конечно. Если у нас такая есть возможность, как бы, пойти купить. Ну, видно, размер, цвет остается. Наверное, остается последний размер, последний там, цвет один. То без упаковки. В магазинах-то с упаковкой продают. Ну, да. Да, это уже так с витринами будет. Ну, не выгребшие. Я похвастаюсь. У меня два платья. Сейчас сначала покажу вот это коралловое платье. Это просто трикотажное платье сзади с декором. Это спинка так выглядит. Спереди оно вот такое. Обычное такое слегка расширяется к низу. Тоже летнее. Как сейчас модно с провисающими бочками. Да, оно, наверное, чуть выше колен. Ледоколен где-то. Я его купила за 2 евро, да? За 2 евро я его купила. Я еще к нему тоже присматривалась, когда оно стоило 4 евро. Или 5 даже, не помню. Сейчас вот он ценник. Вот оно когда-то стоило 24. Там на нем много ценников налеплено. В общем, до этого 3 евро. Я его купила за 2. А там под ним 13. В общем, такое симпатичное платье. Всего за 2 евро. Поэтому решила его покупать уже не раздумывать. И вот такое бело-розовое полосочку. Тоже мне так хотелось что-то купить полосатенькое, чтобы как в морском стиле и носить на пляж. Мама сейчас приехала, мы с ней частенько на пляж ходим. Но спереди и сзади выглядят одинаково. И вот эта косичка интересная. Мне она почему-то напоминает такой греческий стиль, не знаю. Да? Как вот в греческом стиле. Я давно тоже хотела купить себе вещичку такую вот. С таким оформлением сверху. Кружево такое классное. И кружево красивое. На турецкой стороне помнишь, почему кружево? Да. А тут целое платье с кружевами. 8 евро. 8 евро я за него отдала. Цена вот была когда-то 15, до этого было 24. Вот я купила его за 8. Оно уже одно оставалось, последнее просто. Оно мне так понравилось. Ждать за 3, за 2 смысла не было, потому что его могли просто забрать. Знаешь, я обычно не жду, когда цена упадет. Обычно то, что мне нравится, я покупаю сразу. Просто это платье, ну как-то я не видела смысла его покупать. Просто когда оно уже стало стоить 2 евро, а за 2 евро я его уже точно решила забрать. Ну смотри, безрукавка. Уже вторую неделю, уже эти безрукавок висела парочка и маленького размера, и уже висели в общем там. Может они и стали дешевле, я не знаю, но моего размера уже бы не было. Если бы я решила подождать, то... Нет, ждать не надо, я обычно не жду, просто если я не покупаю вещь сразу, это означает, что мне она пока что не нужна. Но за такую цену, когда стала стоить 2 евро, я решила, что ладно, за 2 евро я все-таки его куплю и буду носить на пляж. Вот мы вышли на прогулку в одной из кофточек, в синенькой кофточке. Смотрите, какая красавица. Да? Такая. Я прям не ожидала, она и длиной такой приятной. Ну да. Подносины люблю подлиннее. Ну давай, пойдем. Мой очередной наряд, который мы показывали, купленный на рынке. Вот очень удобная, легкая, я как будто бы в ней раздетая. И я смогу ходить в ней в купальники по пляжу. Да, кстати, купальник практически не видно здесь. А купальник, ну я имею в виду длина, то есть она прикроет, ну я же как бы уже понимаю. И длина, видишь, я сразу не обрати на внимание, как мне нравится, перед покороче, спинка подлиннее сюда. И под брючки, под лосинки тоже под сыпь пойдет. Ну сегодня решила, видишь, под эту юбочку одеть. Красиво. Я думаю, не только под купальник, да, можно под любое, и в город можно. И по городу, она же вот разлетается все. Красивая, да. И смотрится красиво, и очень легко. И стирать ее гладить не надо, потому что я очень люблю влажку. Вот как раз гладить ее не нужно. А купальник, я же тебе говорю, видно только вблизи. Издалека вообще не видно. Ну, купальник и в пляжном... Ну, понятно, здесь у нас море, пляж, пансионат. Конечно. Поэтому меня не смущает, что купальник просвещается. А так белое белье или бежевое. И по городу вперед. Красиво. Да. Я говорю, удобненькое платьичко тоже снимать, одевать на купальник. Легенькое, разлетается. Купальник не видно? Купальник? Ну, не видно. У тебя купальник, он такой под цвет. Ну, темнее оно под цвет, поэтому... А, ну, на бретелях. Ну, опять же, видно же, что это купальник. Поэтому тут пляжная зона. Это вот мамины брюки белые с кофточкой серенькой. Она скомбинировала. Вышли в парк погулять и решила заснять ее. Такая симпатичная кофточка. Нравится тебе? Мне нравится, только я переделываю все-таки вот здесь. Орловинку переделываешь? Я затяну, я затяну либо шнурок, либо тонкую резинку. Может быть, сделаю ее, чтобы она была свободнее. Да. Она опустится, потому что мне кажется коротковато. И она будет длиннее. Она будет длиннее. Ну, как бы мне вот так стоит, мне нравится. И я пробовала по плечам, тоже не держится. То есть, что-то тут не продумано. Потому как вроде бы размер мой. Размер твой. Сделать снова длиннее. И так, знаешь, слишком закрыто. Она осядет, да. Тебе нужно немножко декольте чуть пониже. Да, мне можно. Можно. Поэтому я чуть-чуть переделаю. И будет она длиннейше. А так она очень удобная. Такая комфортная. Правильно. И штанишки же новые. Только их еще можно на два подворота. И вот там застегивается вот там. И сумка сюда застегивается. А, они еще как и у бриджа становятся. Капли или как? У меня никакой цвета немножко, как такие коробки. Не знаю. Это надо мерять и смотреть. Я еще не пробовала. Не пробовала. Ничего, попробуешь. Еще вот такие симпатичные детские костюмчики. Мама купила на подарки. Друзьям, родственникам. Это три пижамки и один костюмчик. Все, чтобы подходило по размеру. Вверху для девочки. И для мальчика пижамка, да? И внизу это для мальчиков? Это Илюша. Это Илюша. И это тоже, да? Это Саша подруги на моего сына. Да. Это подружкиной внучке. А, так это... Нижняя моему внуку, это верхняя подружка. А, так это девочки, да? Внучки, внучки. Внучки, девочки, да. Ну, оно с сердечками, и думаю, пусть... Ну, сердечко маленько, девочки, да. А вы видите, это с сердечками. Да, девочки. Чтобы размер подошел. Ну, да-да, точно, ты права. Сердечко мальчику, может, как-то не очень. Это у меня у подружки будет девочка. Я ей купила на подарочек пижамочку. Да. Она будет на вырост, но зато я знаю, что она такая вся красивенькая, нежненькая. Покажу еще вам несколько костюмчиков. Это то, что мы с мамой купили ее внуку, моему племяннику. Кое-что на вырост, что-то он уже сейчас может носить. Он мальчик высокий, ему нужно все покупать, как на деток, которые на год старше. Смотрите, вот такой костюмчик. Вот эти два костюмчика, они с капюшонами. Такие штаники. Ровненькие, просто как спортивные. И вот такая кофточка. Сзади капюшончик. Такой серый костюмчик спортивный. Тоже штаники. Вот такие. Кофточка. Вот такая цена раньше была. Кофточка тоже с капюшончиком. С кармашками прикольными. Еще вот такой костюмчик. Тут джинсики. И кофточка на молнии. Сейчас покажу вам джинсики. Разверну. И вот так они сзади выглядят. Кармашки прикольные. Интересно сделанные. С вышивкой. И сама кофточка тоже. Немножко с таким декором. Вышитым. Здесь еще на рукавчиках какие-то овальчики нарисованы. Желтенькие. Такие как солнышки. Вот такие покупки у нас были. В этот раз на ярмарке. Надеюсь вам понравилось наше видео. Спасибо за просмотр. И до встречи в новых выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok